Здравствуйте друзья. В этом небольшом видео я расскажу про один из вариантов введения энергомониторинга в Home Assistant. Отличительной особенностью которого является прямое использование данных с устройства, реле, розетки, энергомонитора и так далее. Как всегда все примеры показанные в этом уроке, вы найдете в текстовом файле внизу по ссылке. Основным недостатком наиболее распространенных методов подсчета потребления электроэнергии, например при помощи штатной интеграции utility meter, является то, что если по какой-то причине Home Assistant будет не работоспособен, то за этот период образуется пробел статистики. Показанный способ позволяет вести точный учет даже при многочасовых простоях, но в свою очередь тоже имеет недостаток заключающийся в том, что он не работает с устройствами, где не сохраняются показатели потребленной энергии. В качестве примера рассмотрим ZigBee розетку Xiaomi ZNC Z04LM, у которой есть сенсор Energy, хранящий в себе данные о общем потреблении за весь жизненный цикл розетки. На его базе мы и будем вести подсчет. Очевидно, что если такого сенсора у устройства нет, данный метод не сработает. Итак, что же нам нужно? В первую очередь сохранить значение потребленной энергии на начало периода, дня, недели, месяца или года. Хранить данные удобнее всего в топике MQTT. Пример автоматизации, которая ежедневно, на пятую секунду суток, будет сохранять данные сенсора энергопотребления в топике MQTT. Для наглядности, я уже сохранил в топике MQTT данные. Теперь привяжем к этому топику сенсор, который будет отображать сохраненные данные. МКТ. Продолжение следует... И для получения данных за текущий день, нам осталось создать темплейт, в котором мы будем отнимать от фактических показаний потребления, сохраненные на начало дня. Таким образом, даже если в течении дня Home Assistant не будет работать несколько часов, данные никуда не потеряются. Продолжение следует... Теперь сделаем автоматизацию, которая будет запускаться в начале суток и сохранять данные за прошедший день. Через 5 секунд после нее отработает наша первая автоматизация и отсчет суточного потребления начнется с нуля. Теперь аналогично привяжем к этим данным сенсор. По образу и подобию создадим автоматизацию. Подвяжем к ней сенсор для использования в темплейт-шаблоне. Далее создаем темплейт-сенсор недельного потребления. Тут все тоже самое, только теперь от текущих показаний отнимаем показания на начало недели. Показания за предыдущую неделю сохраняем за 5 секунд до перезаписи значения сенсора потребления. Привязываем сенсор к топику MQTT. Думаю что методика уже понятна, но для того чтобы упростить вам жизнь, добавлю в урок пример энергомониторинга за месяц. Начнем с автоматизации сохранения показаний на начало месяца. Она строится аналогично недельной. Только вместо понедельника применяем условие, первое число месяца. Привязываем к нему сенсор. И делаем темплейт-сенсор, который будет высчитывать разницу и показывать потребление за месяц. До сохранения показаний еще одна автоматизация, сохраняющая данные с темплейт-сенсора за 5 секунд до обновления данных с устройства. Достоинством этого метода. Одного метода является то, что используются данные непосредственно с устройства мониторинга, и не зависит от простоев Home Assistant, он должен работать только в те самые первые 5 секунд суток. Но если устройство не хранит данные по общему энергопотреблению, этот метод очевидно не сработает. На этом все, надеюсь что этот урок был вам полезен и интересен и вы почерпнули для себя новое знание. Напоминаю что все показанные в уроке примеры доступны в текстовом виде, смотрите описание под видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал если вы не сделали этого раньше. Поддержать развитие канала вы можете подписавшись на Patreon ссылка в описании, там же вы найдете ссылку на мой телеграм канал. Спасибо за внимание, до новых встреч.